В начале мая один из отделов Центра обслуживания населения возобновил свою работу. Из-за сохраняющейся опасности распространения вируса и беспокойства за жизнь и здоровье казахстанцев было принято решение об изменении порядка работы. Так, на сегодняшний день порядка 80% государственных услуг можно получить онлайн. Об этом сегодня на брифинге в региональной службе коммуникации рассказали специалисты Государственной корпорации правительства для граждан по Западной Казахстанской области. Кроме того, комиссия при областном филиале партии Народ ТАН посетила открывшийся филиал ЦОНЭ. Сейчас для получения услуг горожанам нужно забронировать очередь через портал электронного правительства либо контакт-центр 1414. В самом ЦОНЕ уральцы смогут получить только бумажные услуги, которые недоступны в электронном формате. Это порядка 100 государственных услуг. Наши центры обслуживания населения принимают граждан всех без исключения. Будь то это бизнес-среда или это просто физические лица. Принимаем по всем услугам. На пенсии, на пособия, на оформление и удостоверение личности паспортов, по регистрации недвижимости и так далее. Все иное, что оформлено в бумажном виде. Но есть такая небольшая особенность. Это прием наших граждан будет осуществляться теперь в порядке бронирования очереди. Предварительно запишавшись на портале ЕГОВ, граждане выбирают удобное для них время и в назначенное время приходят к нам. На сегодняшний день в областном центре мы все еще можем наблюдать большие очереди в одном из отделов ЦОНО, который находится в 4-м микрорайоне. Каждый пришел по разным вопросам. Есть и возмущенные граждане. Подошел сюда, мне сказали, нужен устав и решение. Я сейчас подхожу, ваш сотрудник начинает говорить, еще нужен договор на оплату по изменению решения. Я говорю, я не против оплатить, потому что услуги платные. Почему мне это не сказали? Она говорит, я ничего не знаю. Кинул нам договор. Вот, девятый стол. Они сказали мне вот здесь. Вот, пожалуйста, бумажка ваша, которую вы пишете. Это бронь? Да, моя бронь. И мне не сказали. С проблемами разбирались представители областного филиала партии Нарутан, которые вот уже в течение 4-х лет занимаются контролем качества предоставления государственных услуг. К сожалению, вот сегодня, пообщавшись с нашими горожанами, выявляются моменты, что не все готовы к цифровизации. К чрезвычайному положению нас вынудило переходить на формат электронного получения государственных услуг. Но необходимо понимание, что не все люди к этому готовы. И здесь очень важен организационный момент – организовать эту работу. В этой связи мы, как фракция, как партия, выработаем свои рекомендации руководствовательно и, возможно, даже на республиканском уровне. Стоит отметить, что за период карантина для получения государственных услуг в фронт-офисы обратились более тысячи западноказахстанцев.